Ребятушки, всем привет! Всех вас целую и люблю до луны и обратно. В общем, ребятки. Всем привет! Привет, привет! У Камы тут счастье, полные штаны. Все, понедельник у нас последний звонок, да? Отдыхаем, то есть, отдыхаем 92 дня и 3 месяца. 92 дня отдыха от школы, да? Счастье пришла, вся такая, прямо аж цветет и пахнет. Настроение я тебе дам, да? В общем, а мы, ребятки, только приехали с города. Незапланированная была такая поездка. Помните, я вам говорила, что Светрови было 80 лет. 80 лет, но она не отмечала, потому что был пост, у Роза Байрам. И, ну, как бы уже все, почему не отмечала? Потому что многие держали пост. И как вот, ты людей позовешь, стол накрывать. И, в общем, она все, сейчас созрела и отмечает сегодня. Но отмечает в узком кругу, в каком. Ну, это ее решение, она так решила. Со своими соседками, там, подружками, все ее возраста, все женщины. Ну, и поэтому она позвонила и говорит, ну, так как мы первопроходцы, так как мы Эдику отмечали юбилей. Она говорит, ну, там, меню как-то подобрать. Я говорит, не знаю, как, что они отмечают в кафе. Ну, все, кто городские, они все в кафе ходят, потому что там все в шаговой доступности. Это у нас, если что-то захочешь такое организовать, это целое прям, и ехать надо, и этот. И, в общем, мы поехали, ну, помогли вот это с меню организовать. Там все, там 6-7 человек будет там. Ну, в общем, вот такой вот узкий круг. Мы, конечно же, там не остались, а потому что там, ну, возрастные все женщины. И, тем более, ее подруги, и что нам там делать. Ну, и, в общем, мы поехали, организовали вот это все дело и приехали. Приехали, я девчата подстриглась, подстриглась, ну, так, чуть покороче уже начала отрастать. Когда отрастает вот этот тонкий славянский волос, он начинает падать. Хоть как-то там феном крути, все, он упал и не стоит у тебя. И чуть подстриглась, и взяла номер телефона. Мне понравилось, как она мне первый раз подстригла, второй. Взяла номер телефона этой девочки, которая стрижет, и буду теперь пока к ней ходить на постоянной основе. Ну, то есть мне, она уже поняла, что я хочу, а я поняла, что она хочет. И, в общем, мы друг друга поняли, и теперь пока это будет мой мастер. Стригусь я, девчата, обычная парикмахерская. Ни по каким салонам, там, каких-то там, никуда не хожу, не записываюсь, ни этот. Если мастер плохой, он и в салоне будет плохой. Ты хоть там что говори, ну, вот колористика там, это да, такие моменты, кто прям хочет какой-то цвет там себе. А крашусь я сама, поэтому мне в салоне делать нечего. Мне нужен просто хороший мастер. Вот, стрижка моя стоит всего лишь 400 рублей. Эдик тоже подстригся, у Эдика 450, но Эдик недоболен, как его подстригли. Ему там выстригли сегодня все, что можно и нельзя. Он не хотел подождать ту женщину, которая постоянно стригется. У нее очередь была. И он ушел к другой. И, в общем, его оболванили, как говорится, и хвост, и в гриву, и этот. А я все, номер записала. И вот мы с Алиной едем, сейчас разговариваем, она же на парикмахера учится. Очередь девчата. Вот вроде бы, а вы, я вообще молчу за салоны. В салоны сейчас, чтобы попасть, надо там по записи, там надо на звонке. А вот обычная парикмахерская, самая, что ни на есть обычная, да, вот так потоком. Их там четверо работало, просто люди потоком, очередь. Тут одного подстригли, другой ждет, один сидит, другой там записался, через 15 минут подойдет. И, в общем, вот так, вот так, вот так. И Алине говорю, вот давай, говорю, выучишься. Мы не то, что вот где она сейчас учится, просто будет учиться, как бы и все. Это просто базовое, там дадут базовое. Вот, а так, конечно, будем ее направлять сейчас вот со второго курса и туда, и туда, чтобы она пошла. И у каких-то парикмахеров хороших обучилась, и в школе парикмахерского искусства. Надо будет куда-то поехать, поедет, чтобы она стала хорошим специалистом. Вот, потому что парикмахер, это всегда у тебя живые деньги на руках. Это не то, что там ты раз в месяц получишь зарплату и не будешь знать, что с ней делать. А это каждый день будет живая копейка. И тоже вот с этой девочкой, которая у меня стригла, мы с ней разговаривались. Она говорит, да, я, говорит, тут уже сколько лет, и, говорит, не жалею, и, и не жалею, и, говорит, ваша дочка, если ей это дело нравится, пускай, говорит, конечно, это будет, говорит, всегда, говорит, при деньгах. Так, что я сейчас распечатываю? Так, помилочек вы что купили? Короче, я теперь тоже стала счастливой обладательницей конфет без сахара. Долго на них смотрела, но не заказывала. Заказывала маме, потому что она диабетик. Вот, и я ей как-то заказывала эту пастилу. Она сказала, мне понравилось. И заказала себе и Алине. Алина, говорит, тоже возьму. Ну, коробочку выписали маленькую, здесь 800 грамм всего. В общем, вот такие вот пастилушки. Мы, конечно, варварски разодрали эту коробку в машине, уже начали в машине пробовать. Очень вкусная пастила, такая мягкая, ну, можно сказать, чуть-чуть подслащенная такая, не сильно сладкая, написано ПП, пастилушка правильного питания. Там были разные всякие фасовки, но мы, я взяла на пробу вот такую вот небольшую коробочку, здесь 800 грамм. Каждая пастила еще между собой разделяется вот так. Очень мягкая, очень такая вкусная. И такие интересные вкусы здесь. Кофе, вот видите, мы уже попробовали со вкусом кофе. Корица, корицу мы не пробовали. Мята здесь еще. А, у нас тут только всего три вида. Мята, кофе, яблоко и корица. Четыре вида. В общем, понравились и мне, и Алине. Иногда же хочется чего-нибудь такого. Но ты понимаешь, что твоя любимая баунти, в котором, ого, сколько калорий. А так вот, вечером захотела, съел конфетку такую. Так, хлеба мы накупили. Овощи, конечно же, овощи, помидоры и лук зеленый. Помидоры вот сейчас у меня, знаете, мне летом, вот параллельно вообще, хотя летом самые что-нибудь есть настоящие помидоры, мне вот летом их не хочется. Мне хочется вот именно в это время года, когда вот как бы и не туда, и не сюда, да. И помидоры еще не пошли. А вот мне всегда, вот мне организм требует. Это каждый год такое происходит. Так, помидоры, огурцы, лука взяли, лука нету. Ну и картошку берем по чуть-чуть, по два, по три килограмма. Ну и что-то по цене не хватает. И картошку взяли опять. Вот я взяла два пакетика небольших. Старую не беру, потому что она то пророщая, то уже внутри черная. Поэтому смысла нет. А это какая у нас? Азербайджан. Картофель. Короче, сейчас все, овощи, что не возьмешь, все Азербайджан. Помидоры Азербайджан. Картофель Азербайджан. Так, чуть-чуть взяла огурцы на салатике, всякие, молотики. Так что вот так вот, девчата, с векровой моей 80 лет. Представьте. Я, честно скажу, ну как бы завидую. Да, мне тоже хотелось бы 80 лет, ну быть столько активной, чтобы там в кафе с подружками собраться. Сейчас едем, я смеюсь. Я говорю, смотрите, 80 лет мне будет? Я говорю, отвезете меня в кафе? Меня, моих подруг, отвезете в кафе и посадите нас там, и мы будем праздновать. Не каждый может похвастаться 80 лет таким вот рвением, пойти, собраться с подругами там или пойти в кафе. Ну что, к этому что надо? Конечно, все так написано, сколько мы проживем. Ну, надо держать, как говорится, здоровый образ жизни, да? ПП, правильное питание. Так, лаваш взяли, майонез взяли, хлеб. А чем столько хлеба-то набрали? А, Эдик брал хлеб. И я брала хлеб. И он, конечно же, не знал, что я брала. А я не знала, что он брал. Так, и девчата, знаете, что я взяла? На 77 рублей вышло. Я думала, почему-то надо... А вообще, это филе в серьги. Я еще смотрю, женщина покупает. Я говорю, а вы пробовали? Она вкусная. Она говорит, да, очень вкусная. Поэтому пришла еще взять. Филе, тут уже не косточек, ничего нет. Килограмм стоит 344 рубля. А я взяла 4 филешки. Вот это вот пакетик на 77 рублей. У меня есть отварная картошка. И я сейчас ее, вареная картошка, варила на окрошку. Окрошку передумали делать. И как раз вот эти 4 филешечки с лучком порежу из картошечки. И будет у нас вот такой вот замечательный ужин. Сыр. И горошек зеленый. Сколько дней, вот почему, не знаю, вижу картину, что я жарю яичницу с зеленым горошком. Я никогда этого не делала. Я знаю, что жарят яичницу, в смысле горох, выкладывают на сковородку, сверху заливают яйцами. Я знаю, что люди такое едят. Но я не пробовала никогда, с чего я взяла, что мне этого хочется, я не знаю. В общем, горошек с яичницей будем. А сейчас, девчата, с селедочкой у нас и отварная картошечка. Так, все вроде бы купили, да? А тебе твою, а ну дай бумажку, забыли. Нарисовала кама ногу, хотела ей шлепки купить. Ну, эти, дома ходить. Ногу обвела, а лист так и забыли. Ну, в следующий раз, да? Ты-то теперь уже все. В школу не ходишь, ты уже свободная. Теперь с нами можешь поехать в любое время, да? Теперь подружки, парк, да? Дневник, портфель все можно закинуть, да? Выкинуть можно, да? Это теперь в телефоне будешь сидеть сколько хочешь, да? Вот так вот, видите. Ну, когда в школу это, мы телефон всегда забирали. А сейчас, конечно, уже телефон. И не поспоришь, законные каникулы, да? Ой, девчата, это я с собой водичку, водичку купила, маленькую пью. Ну, в общем, что? На этом с вами прощаю. Всех вас целую, люблю. Девчата, кто у меня там заказы написал и думает, вот она там ездит, катается, гуляет, еще ничего не собрала, не оформила. Девчата, я не только по этим делам ездила. У меня того, что вы просили, чего-то не хватило. Чего-то я сейчас привезла, чего-то довезла. Поэтому не волнуйтесь. Кого записала, всем обязательно отвечу. Вот прям сейчас я и так вот эти дни всем этим занималась. Это вот просто этот промежуток времени. Мы сейчас выехали, телефон, конечно, я в дороге не поднимаю. Потому что там на дороге машины гудят. Это ничего не слышно. Под рукой записать нечего. А у меня, знаете, сюда влетело, отсюда вылетело, я забыла. У меня с памятью вообще как-то фигово. И поэтому мне надо все записывать. Поэтому в дороге я телефон не поднимаю вообще. И вот сейчас все, покормлю всех, сама поем. И все, занимаюсь, девчата, делами. Я всех помню, я всех, кого записала, кому ответила. Все будут собраны, всем все отвечу. Поэтому не переживайте и не волнуйтесь. В общем, все. Всем пока-пока. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok